В каких ситуациях нам поможет изменение логина и пароля для родмин на всех компьютерах домена посредством групповой политики? Итак, возможно у вас возникли какие-то опасения, что кто-то знает логин и пароль в программе родмин на компьютерах домена. А возможно на разных компьютерах у вас эти данные различные и вам необходимо их стандартизировать. И для того, чтобы нам это выполнить, во-первых, нам необходимо настроить какую-то определенную машину по тем параметрам, которые будут у всех в данном домене. Итак, в моем случае я буду настраивать как раз родмин, который будет стоять на сервере. Заходим в настройка родмин, выбираем права доступа, родмин система безопасности будет и настраиваем. То есть здесь вот он у нас выбрал юзер. Давайте создадим другого пользователя. Допустим, это будет зверюга. Новое имя для пользователя, под которым можно будет управлять удаленно рабочим столом нашего сервера. Итак, зверюга и задаем пароль. Все, окей. И допустим, чтобы нам увидеть, что у нас полностью все правильно так отобразилось, сделаем следующее. Уберем так вот текстовый чат и голосовой чат. Допустим, чтобы именно проверить, что у нас и галочки эти все пропишутся, и пароль, и логин. Так, жмем окей. Все, мы сконфигурировали. Для того, чтобы проверить, действительно ли будут все эти изменения введены через групповую политику или просто у меня так уже все настроено, заходим в программы и также в настройки родмин на клиентской машине. Право доступа. И здесь видим, здесь пользователь 123, и у него разрешены все действия. И пароль, собственно, у него какой-то тоже другой. Так, все, посмотрели, что у нас различные пользователи и пароли. И теперь, что делаем дальше? Заходим в реестр, в редактор реестра на сервере, как раз на компьютере, на котором мы настраивали наш, так скажем, стандарт. Итак, заходим в local machine, software и здесь вот ветвь Redmin. И нам необходимо теперь всю вот эту ветвь экспортировать. Так, жмем правой кнопочкой, экспортировать. И теперь выбираем, в какую папку мы его будем экспортировать. Так как мы будем создавать сетевую папку для применения этой политики, то создадим папку Redmin. И сюда, собственно, его и поместим, так же и назовем его. Redmin будет .rec. Так, все это ветвь импортировали, давайте проверим. Данные Redmin, все прекрасно. Итак, теперь общий доступ дадим этой папочке. Пусть так и называется, Redmin, так, чтение, в принципе, изменения нам не нужно. Безопасность, все пользователи могут, чтение, выполнение, все прекрасно. Итак, давайте проверим, все-таки зайдем по сети, действительно ли сможем ли мы зайти в данную папку. Так, контроллер, Redmin, допустим, скопировать. Все, значит, доступ мы имеем. Теперь будем делать групповую политику. А, нет. Перед тем, как делать групповую политику, нам необходимо создать запускающий файл, так называемый батник. Сюда же его закинем. Так, создаем текстовый документ и так же его назовем Redmin. И расширение у него будет .bat. Выполнить изменения. Ага, щелкаем правой кнопочкой изменить. И сюда вводим следующую строку, то есть команду, которую будет выполнять данный батник. Regedit, то есть запуск реестра, редактора реестра. И как раз прописывать туда, в реестр, собственно, вот эту ветку нам надо прописать, которую мы экспортировали. И здесь указываем путь. Но путь, опять же, нам нужно указывать сетевой, поэтому заходим через сетевое окружение в данную папочку. Так, и здесь у нас будет Redmin.reg. So, сохраняем изменения и теперь будем вводить изменения в групповую политику. Групповые политики. Для этой политики, думаю, лучше создать... Вот, то есть для этого действия создать отдельную политику. Допустим, пусть она так называется, чтобы нам было более понятно. И теперь мы ее сконфигурируем. Заходим в настройка компьютера. Конфигурация Windows, сценарий, запуск и завершение. Итак, нам нужно что? Автозагрузка, чтобы автоматически у нас запускался этот файл батник. И изменял бы данные параметры для программы Redmin. Так, заходим в автозагрузку и сюда добавляем как раз этот файл бат. Так, он у нас находится... Так, здесь опять же он у нас должен быть сетевым. То есть заходим через сетевое окружение, вся сеть. Redmin и вот он, Redmin.bat. Окей, все, теперь мы его прописали. И теперь давайте, собственно, назначим, каким компьютером или каким пользователем будет применяться данная политика. Заходим в свойства, безопасность. Так, прошедшую проверку здесь убираем применение групповой политики и добавляем компьютеры домена. В моем случае необходимо, чтобы эти действия были сделаны на всех клиентских компьютерах домена. Поэтому выбираем группу компьютеры домена. Окей, здесь галочку применения групповой политики. Так, теперь давайте все это дело проверим. Перезагружаем клиентскую машину и проверяем, применилась ли политика. Итак, давайте проверим. Пуск программы, Redmin сервер и настройка сервера. Так, права доступа, права. Все, видите, все великолепно. Пользователь зверюга. И доступа у нас как раз нет на текстовый чат и голосовой чат. Отсюда следует, что ко всем компьютерам в домене данные изменения будут применены. Но стоит еще что учитывать. После того, когда все компьютеры у вас перезагрузились и данные изменения были применены на всех компьютерах домена, следует эту папочку у нас удалить. Так, как злоумышленник может, допустим, увидеть эту папочку, как-то расшифровать логин и пароль и таким образом опять же взломать нашу систему. Так, что примерно через два дня, когда вы знаете, что компьютеры на ночь выключаются, где-то через два дня эту папочку можно удалить. Продолжение следует...